здарова дровосеки сегодня у нас очередная тяжелая артиллерия экстремального драминга это пол мазуркевич из группы каннибал корпс ну и как бы в привычном для нас формате мы сегодня разберем какие-то общие особенности пола общие особенности его игры и также мы попробуем проникнуться одной из самых популярных песен группы каннибал корпус которая называется hammer smashed face то есть мы посмотрим какие так скажем приемы использует пол в этой песне вот ну и в целом предлагаю в принципе начать и так пол мазуркевич что же он из себя представляет ну во первых нужно понимать что это типичный пример олскульного brutal без метального барабанщика на самом деле есть действительно разница между brutal дэзом и классическим обычным дэзом вот что касается пола но это как бы типичный представитель наверное можно его в какой-то степени назвать одним из основателей так скажем вот этого вот жанра что как бы очень интересно и собственно делает этот ролик еще более таким насыщенным потому что прикоснуться к такой легенде это конечно всегда круто вот значит первая особенность которую я хотел подчеркнуть то что в принципе группа каннибал корпус пол мазуркевич это не те группа которые пишутся в студии под метроном в принципе в этом жанре метроном я полагаю что не так уж и важен потому что там очень много таких так смен темпа под настроение вот что как бы интересно то есть в принципе за если взять такую среднестатистическую типичную песню каннибал корпуса то получается наверное смен темпа там может быть я не знаю раз 5 а то и 10 короче в общем надо слушать вот так же опять же да в брутал дэзи есть такая фишка что они в принципе тоже барабанщики из брутал дэза играют бласт биты вот но если мы возьмем классический бласт бит переменный да который больше используется в black metal то в брутал дэзи там таких бласт битов в принципе вы практически никогда не услышите понятно дело что есть исключение но в целом больше там работает такой прием как бомб бласт это когда у нас ноги играют шестнадцатыми и руки играют одновременно с этим всем восьмой минуты примерно таким образом это делается тоже как это делать мы разберем чуть позже вот ну и в целом что еще хочется сказать про пола мазуркевича это один из барабанщиков которые наверное заслуживают уважение за свою технику потому что он насколько мне известно только с недавних пор пошел к преподавателю чтобы наконец-то исправить все вот эти зажимы которые терзали его руки и ноги всю его карьеру те кто в теме понимает о чем я пол мазуркевич это тот барабанщик который всю жизнь херачил просто вот на пределе сил то есть толком то мне о какой технике речи не велось про он просто вот играл от бедра если он играл ногами то это было вот если он играл руками то это в принципе такая же ситуация что он просто как бы на на мышцах короче все это делал вот и хорошо в принципе что у него так скажем не получилось так же само как с джоуи джордисоном который собственно играл вот так вот потом у него начались болячки всякие непонятные вот у пола соответственно с этим делом все как-то попроще произошло и все-таки он дошел до того момента когда под конец так скажем своей карьеры ну не под конец а вот на самом уже закате карьеры каннибал корпус наверное не стоит так говорить да потому что скорее всего каннибал корпус все долго проживут хотя ситуация с петто брайаном говорит нам обратно но посмотрим в любом случае пол все-таки дошел до препода и сейчас активно старается исправить все свои вот эти вот зажимы то есть я веду к тому что пол мазуркевич это тот барабанщик который несмотря на то что напрягается там усирается делает все это дело прямо вот исключительно на мышцах он все равно показывал необходимые результаты всегда справлялся со своими скоростями что очень 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 круто и заслуживает конечно большого уважения однако не повторяйте этого дома потому что пол мазуркевич это пол мазуркевич а вам соответственно может так и не повести вот но собственно переходим к разбору песни и естественно начнем со вступления hammer smashed face в чем его особенность его особенность в том что там происходит такое некое глушение тарелки думаю вы знаете этот прием вот однако я вам покажу как этот прием играется так скажем в более приближенном что ли режиме я думаю сейчас камеры нам позволят это сделать с этим будем работать в общем в чем прикол когда мы переходим на глушение тарелки то есть опять же да в чем прикол то есть мы ударили с бочкой заглушили дарили и сразу заглушили то есть в этом как бы суть вот это вот можно это тоже назвать палмьютинг как у гитаристов наверное можно ладонь мьют да наверно можно палмьютинг здесь основная проблема в том что очень тяжело слету перегруппировать палочку так чтобы можно было ее немножко высвободить до для того чтобы схватиться пальцами за саму тарелку поэтому учимся делать следующее движение вот у вас палочка в руке и учимся резко переходить вот к этой вот левой тарелки как правило это с ней все время происходит до учимся делать вот такого движения мы берем руку давайте наверно вот так вот сделаю то есть мы учимся делать резко после удара в малый барабан вот такое вот раскрытие то есть ударили подняли ударили подняли подняли вот как вы можете видеть ладонь у нас раскрылась но нам теперь необходимо схватиться за тарелку здесь вот такого вот уже положение руки так скажем не хватит поэтому нам нужно сделать следующее нам нужно большим указательным пальцем охватить палочку вот таким вот образом это необходимо для того что именно вот эти вот оставшиеся три пальца и большой палец как раз и глушат тарелку по итогу то есть понимаем да вот мы ударили и раскрыли закрыли вот потренируйтесь этим упражнением отдельно вот а мы значит продолжаем так поставили камеру на место и значит оттачиваем следующее упражнение вот давайте теперь просто попробуем побить в эту тарелку вместе с бочкой ну я думаю темп можно сделать так же как и в оригинальном темпе песни hammer smashed face то есть мы бьем она в таком темпе то есть бьем и сразу же глушим то есть бьем заглушили ударили заглушили вот такая вот тема получается при этом чем быстрее вы схватитесь за тарелку тем сильнее она заглушится вот следующий момент уже сложнее потому что там у нас левая рука с тарелки переходит резко на малый барабан и уходит обратно в медленном темпе соответственно это будет отработать гораздо проще то есть видим да после того как мы схватили за тарелку у нас обратно хват возвращается на палочку для того чтобы нанести удар в малый барабан вот такая вот тема после этого в целом все идет по вполне себе типичный каннибал корпусской системе да он чуть-чуть играет бомб бласт это так ну тот самый бласт бит про который я говорил в начале да вот здесь в принципе ничего такого особо сложного здесь учением того что он просто быстрый значит играются 16 ноги под эти 16 ноги ведутся восьмые а ноты в хэт и в малый барабан одновременно упражнение на синхронность помним поэтому просто совмещаем эту штуку я рекомендую играть как в закрытой так и в открытой постановках вот ну и соответственно в приложении этой песни идут обычные 16 ноты которые в принципе ногами до которые в принципе песни каннибал корпус песни в песнях каннибал корпус очень много ну тут я не знаю что об этом можно сказать в принципе если 16 ноты играются в бочки то во всех жанрах плюс-минус звучит одинаково различается только как бы чистотой малого барабана но в данном случае он играется как бы на все четверти раз два три четыре раз два три четыре вот но дальше идут очень интересные так скажем еще особенности которые в принципе пол мазуркевич проявляет во многих своих треках вот он очень любит работать так скажем правой рукой быстрыми восьмыми нотами вот помните как в ролике про дэйва ломбарда я рассказывал что у пола много подобных фишек но он их предпочитает больше делать хитом вот то есть если опять же послушать различные как бы треки пола мазуркевича да мы опять же да есть послушать различные треки пола мазуркевича собственно группы каннибал корпус там можно услышать много подобных приемов вот примерно такие темы вот поэтому что здесь можно сказать здесь можно просто так скажем обратиться к тому же до его ломбарда вот и сделать то же самое что как бы я давал в упражнениях на собственно в том ролике правая рука играет постоянные восьмые ноты вот а малый барабан у нас в принципе может чередоваться на разные так скажем субдоли внутри такта только у пола они часто бывают такие на синкопы короче то есть можно а могут быть вот такие вот то есть здесь особо какую-то схему я бы нам не рекомендовал придерживаться я бы вам порекомендовал работать так скажем в такой же манере вот то есть хэд идет восьмыми нотами а бочка и малый в принципе могут можете сами себе нарисовать абсолютно любые какие-то комбинации да с помощью которых мы как бы все это дело проигрываем все это под собственно хэд восьмыми нотами вот ну и как бы таких вариантов очень много может быть что еще хочется сказать про технику пола мазуркевич и соответственно про песню hammer smashed face вот мы уже прошли вступление прошли бомбласт прошли вот эту вот его особенность с ведущим хэтом и с правой рукой теперь предлагаю поговорить немножко про его переходы по томам вот они в целом ну на мой взгляд да возможно кто-то из вас не согласится они очень сильно отличаются от типичных например тех же самых трешевых переходов по томам потому что трешевые переходы по томам они такие как будто бы более плотные более упорядоченные что ли в брутал дези они немножечко рваные то есть если вы послушаете опять же творчество cannibal corp вы услышите в брейках по томам в переходах по томам очень много таких нечеткостей что ли но они не звучат как косяк они звучат как ну такая определенная фишка жанра вот поэтому я предлагаю вам так скажем попробовать вот такую вот связочку определенную до сыграть и будем в принципе на сегодня уже закругляться вот связочка она будет так скажем посвящена тоже проходочки по томам но мы будем делать прерывистые так скажем переходы то есть просто такие вот группы из четырех ударов в принципе не так важно под какие под какой ритм так скажем вы будете вставлять вот эти вот переходики вот важно чтобы у вас вот эти вот очередности были очень четко разложены по всем поверхностям по которым вы решите ударит в данном случае у меня малый барабан рэковый дом и напольный том в принципе уже звучит неплохо значит что там играется правая левая правая и по всем барабан и просто ускоряем и и и и Кстати, да, как вы могли заметить, я снова забыл свою звуковую карту, и поэтому сегодня опять звук пишется с камер. Вроде неплохо получилось в один из разов. Понятно, что звук мог бы быть и лучше гораздо, но тем не менее все слышно. Надо, наверное, мне звуковуху отдельную приобрести, оставить ее просто здесь на студии и всегда с ней как бы работать. Вот такие вот дела. Ребята, еще один момент напоследок вам скажу. Помним, да, то, что я сейчас собираю ваши видосы для того, чтобы делать на них обзоры. Более того, если вы посмотрите, так скажем, статистику по подписчикам на моем канале, нас уже почти 5000. Это овер до хера, я считаю. И вот мы большие молодцы, что мы так сплочаемся все сильнее. Вот, соответственно, на 5000 подписчиков будет стрим. Вот, и будет один прикольный розыгрыш. Розыгрыш чего будет конкретно, я скажу уже ближе к делу. Но розыгрыш будет только среди, так скажем, активных подписчиков. Поэтому, ребят, давайте не тормозим. Пишем мне в ВК, ссылки в описании. Присылаем свои видосы. Возможно, там присылаем какие-то свои пожелания по поводу будущих роликов и так далее. Так что, вот, на этом я все, что хотел, сказал. Показал, рассказал. Всем спасибо за просмотр. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok